Дорогие друзья, я приветствую вас. У нас программа «Позитивный заряд» от Ольги Калашниковой. Сегодня съемки моей программы происходят в московском офисе информационного агентства «Росбалт», где у меня состоится встреча интервью с Иваном Охлобыстином, режиссером, писателем, актером, журналистом. Сегодня в нашем с ним интервью Иван представит выход своего нового романа в издательстве АСТ «Запах фиалки». Долгожданное произведение, о котором мы будем разговаривать в нашей с ним беседе. Дорогие друзья, рада вам представить Иван Охлобыстин. Сегодня он выступает в качестве автора вновь вышедшей книги «Запах фиалки». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я очень рада встретиться с вами по этому поводу. Повод долгожданный. Волю судьбы я знала о том, что готовится к выпуску эта книга раньше, чем об этом узнали все остальные. И поэтому я ждала сегодняшней встречи, готовилась. И не просто потому, что это ваша книга, и вы для меня человек знаковый, и не только для меня, естественно, но еще и потому, что я сделала стойку название. Название «Запах фиалки» для меня — это, в общем-то, по всей жизни проходящее некое явление. Вы человек мистический. Я могу в этом признаться вам сейчас искренне. Запах фиалки меня преследует в определенные моменты в моей жизни. Он возникает из ниоткуда. Он может возникнуть неожиданно в различных местах. Он никак не связан с источником запаха реальным. Тем не менее, я его ощущаю. Меня это одно время увлекало, потом пугало, потом я стала разбираться, что же это такое для меня лично. Я поняла, что это такое. Это как вот сиреневый цвет в сумерках. Это как запах мяты, когда идут воспоминания во времени. А вот явный запах фиалки в атмосфере в определенных ситуациях для меня лично теперь имеет большое значение. Я пока не буду говорить, что он имеет для меня. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, если не брать во внимание общепринятое значение этого слова? Ну, в данном контексте, в самом романе упоминается, что бытует поверье, что во времена афганской войны, ну, во времена, лучше не так, лучше начать с афганской войны, во времена афганской войны огромную проблему представляли душманы, которые стреляли по нашим вертолетам из пещер и убегали. Их стингерами тогда американцы, значит, обеспечили подспудно. И ничего нельзя было сделать, и наши военные придумали следующий метод борьбы. Летят ракеты, ударяются об землю, распыляют тяжелый газ, который уходит за несколько секунд на нижние уровни, потом активируется огонь, и все сжигается, как напалмом, просто как это выжженное. Ну, это страшное оружие, конечно, спасения нет. Да, спасения нет. А за несколько секунд, вот поверье, непосредственно зажигание, до взрыва, в воздухе явственно пахнет фиалкой. Такое бывает. Химические соединения иногда дают характерные запахи, очень схожие с естественными. Миндаль мы все знаем. Да, ну, миндаль, да, цианин, предположим. А фиалка, она же такая, она полутоновая, шлейфовая, то есть непонятно, вот как волна, но вот она здесь, и ее нет. Вот очень характерный, кстати, запах. Вот такой эльфийский какой-то. Вот интересно, а давала это возможность несколько секунд ощущения этого запаха что-то предпринять? Нет. Для спальнина-то? Нет, нет. Просто люди знали, что сейчас происходит? Ну, только поверье вот существовало. В данном случае, да, это помогло, кстати. Вот и в этом романе. Роман я еще не читала, поэтому... Ну, да, 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 да. Вот, в данном случае это помогло, но вообще это поверье, и скорее всего, что это не так. Хотя, кто знает? Исследования там проводились же где-то на боевых полигонах, может быть, как бы кто-то из тонко чувствующих генералов обаял. Да, и зафиксировал. И зафиксировал, да. Вот, теперь понятно это название непосредственно в самой книге, а вы по поводу запаха фиалки никаких, да, других значений не вкладываете смыслов? У меня, разве что детские воспоминания, я вырос в деревне, и многие разводили цветы. И фиалки, как правило, они вот по краю забора могли дикорастущие, там, культивированные на огородах, да. Да, этот запах весной. Весна, их любили у всяких клубов, общественных учреждений, контора деревенская, вот эти высадки. Ну, что-то родное, комфортно, очень комфортно. Я куда ни переезжаю, я первым делом еду куда-то в лес, выкапываю пласт земли, дерн с корнями фиалки, пересаживаю, чтобы этот запах был у меня рядом под рукой. А вообще меня этот запах фактически преследует, и я точно знаю, что когда я слышу в воздухе этот аромат, у меня происходит некое переключение, возможность перехода, изменение в жизненной позиции. Я могу в этот момент что-то закрыть, что-то новое для себя открыть. Это такая трещина между мирами, и это меня подвигает к состоянию попыткам достичь состояния осознанности достаточно постоянного, чтобы я в этот момент четко его словила и воспользовалась. То есть вот это с детства у меня вот этот вот запах в жизни есть. Поэтому я решила уточнить. Все недаром. Все недаром. То все абсолютно не зря. Ничего более закономерного, чем случайное. Безусловно. И вот вы сейчас рассказываете о страшном оружии войны, с одной стороны. С другой стороны, говорите о нежных, трогательных детских воспоминаниях, связанных с этим ароматом. И вот этот контраст, он у вас присутствует во всем творчестве постоянно. С одной стороны, вы берете тему войны. С другой стороны, тот же роман Достоевского «Идиот» и слова князя Мышкина, что красота спасет мир для вас. Это вот две чаши весов, да? Это вот обратная сторона какая-то. То есть смерть и красота постоянно присутствуют в вашем творчестве. С одной стороны, это Степ дичайший в каких-то вещах просто. Мы смеемся. Мы позволительный Степ, потому что смеемся в первую очередь. Мы всегда сами над собой. Конечно. Мы не имеем права смеяться над другими, не сделав первого. То есть сначала смеешься всегда над собой. Вы здесь больше смеетесь? Или что тут происходит в этом романе? Я здесь коротко излагаю возможное развитие отдельно взятой судьбы, которая приведет его к пониманию, что он относится к величайшей культуре, на которую возложена обязанность мир спасения, такой вот эсхатологической. Я максимально облегчил описательный момент, чтобы сохранить динамику, потому что сама по себе мысль, она шокирующая. Многими она очервлена, или нет, как сказать. То есть многие испытывают дискредитированное. Она дискредитирована сумасшедшими. Нет ничего плохого в том, что человек может чувствовать ответственность за весь мир. Я вообще уверен, что русскому человеку это свойственно. Это свойственно. Он поэтому и виноват всегда. Потому что он понимает, что что-то он где-то здесь не доделал, раз не попошло не так. Здесь об этом говорится. Просто молодой человек попадает в наше довольно сытое время, и выросло несколько поколений, не испытавших дискомфорта, а, соответственно, не переживших стрессовой ситуации, которую из тебя делает взрослого человека. И поэтому он позже женится. Это неплохо, они поженятся обязательно. И я думаю, что на каждого выделена своя битва. Каждому рыцарю своя битва. Но, тем не менее, последние 18 лет все Путина ругают. 18 лет нормально, сыто живут. Да? Комфортно. Чтобы там комфортно живут. Неизвестно, хорошо ли это для нас. Но, наверное, хорошо, потому что это общепринято, что хорошо. Хотя, с другой стороны... Мы к этому, собственно, и стремились. Да. Деды все говорили, мы страдаем ради того, чтобы внуки наши жили лучше. Да. В общем-то, может, вот это вот оно и настало как раз? Может быть, но... Вот тут тоже странность такая, которую я сам не решаю, а отдаю эту возможность читателю. У нас периоды развития государственного наступали после большой войны. Всегда. Заканчивается большая война, у нас идет, значит, взлет технический, культуры, появляются новые течения, какой бы век ни брать, там, начиная с 16-го примерно так и было. А потом начинается усталость от самих себя, то есть мы само, как эта гибель... Эльфийская болезнь, они все время улетали на этот... Уплывали на свой остров в неведомые края, если помнишь. Оставляли этот мир, да. Оставляя этот мир, да. У них всегда вот такая печаль была, что они не могут закрепиться в этой созданной красоте. И опять большая война, и опять, значит, рывок, необходимость спасения миру позволяет делать этот рывок. Это не хорошо и не плохо. Хорошо это назвать безнравственно, потому что люди погибнут. Плохо это назвать нельзя, потому что это естественно, вся история нашего государства это подтверждает. Это никак, это природа. Это закон природы. Иван, вы просто предвосхитили мой вопрос. Я не обижаюсь, это здорово, значит, я действительно правильно настроилась на сегодняшнюю нашу беседу. Почему через войну? Вот, во-первых, вы показываете человеческий выбор, возможность его становления и активизация каких-то качеств душевных именно через войну. Есть разные способы, как это можно сделать. Есть разные сильные какие-то ситуации, такие требующие очень серьезного такого душевного вложения. Вот, вы показали через войну, несмотря на то, что все время идет красота, все время идет трогательность некая, да. Что война вот действительно дает такого, что нельзя через какой-то другой образ выявить? Почему это вот в этих условиях у вас происходит? Мир и война, ну еще Толстой ведь даже посвятил этому огромное свое произведение. Это два разных мира, в котором человек проявляет себя, может проявить себя совсем по-разному. Это калька, которая выявляет все, что в тебе есть. То есть, как скрытая, да, раскрывает тебя, как музыкальную шкатулку. Твою самую главную внутреннюю мелодию заводит. Война проходит здесь довольно деликатно, потому что я считаю, что писать книги о войне позволительно либо в документальном варианте, либо тот, кто участвовал в описательном варианте историческом, либо по прошествии определенного времени, приличного времени, когда пройдет первая боль по потерь, в художественном, но уже с какой-то определенной заданием. Нельзя это делать развлекаловым, нельзя это делать из этого... Ну, избыточно романтизируют зачастую. Да, да, да. Нужно быть... Война — это грязь, война — это убийство, война — это насилие, война — это абсурд, война — это... Это плохо. Война — это плохо. Вот что бы там ни было, хотя мы боги войны, но война — это плохо. Мы это понимаем. Иван, если звезды зажигаются, это кому-то нужно. Война, значит, тоже кому-то зачем-то нужна. Я не говорю, опять же, о таком поверхностном смысле, что многие наживаются на войне, да, это выгодный бизнес, как бы это ни цинично звучало. Кому это нужно в более широком понимании? Ведь многие говорят, вот как Господь может допускать, да, вот такое безобразие беззакония на земле? С вашей точки зрения, вот для чего она? Что она дает? Ну, если... Помимо того, что вот раскрывается человек, да, проявляет свою натуру. Тут опять в области мистического мы уйдем. Вот предположим... Давайте уйдем в область мистического. Давайте уйдем. Причем она прослеживается, и я не страдаю психическими аномалиями, и не, к сожалению, не облагорожен излишним романтизмом. Но все-таки не могу не заметить, что та же самая не Малайзия, а Индонезия, по-моему, кто сейчас страдает? Индонезия? Индонезия страдает. Но она не отличалась морально-нравственными категориями. То есть там мальчик переделывался в девочку, чтобы до 30 лет накопить денег, чтобы опять может переделаться мальчик, может остаться... Для них они до такой степени стали элементом туризма и продажа их бедных папуасов, как когда-то великая культура. И, ну, разумеется, деньги смывают все, вот. Как лава смывают все накопления, и культурные, и душевные, ну, все. В каком смысле сбывают все? Да, речь не идет об очищении здесь. Да, и если наблюдать какие-то изменения группные геополитические, они, как правило, сопровождаются какими-то изменениями природного характера. Это стихии, это тайфуны. Многие сейчас вот сетуют на появление там климатического. Может быть, но вообще это было так всегда. Да. Действительно, кометы прилетали перед... Зловещие кометы были перед великими... Событиями какими-то, да. Мессина. Взять Мессина. 64 тысячи человек. Безжалостная гибель. Что-то безжалостный конец Мессины. Стихийных сил не удержать. Ну, берем поэтов Серебряного века того же. 64. Ничего не происходило. Просто в одночасье возникла война. То есть вот как деньги волной смывают культуру и прочее, так война волной смывают кризис. Да. Я вот прям приверженец биоцентрической теории Роберта Ланца. Я считаю, что мы сосуществуем во взаимодействии на уровне Атамарного все со всем. И что мы из себя представляем в первую очередь череду вероятностей, счастливых вероятностей. Потому что у нас есть возможность сегодня заниматься элегантной беседой. А до этого я очень неплохую, красивую, интересную, во всяком случае, жизнь прожил. И много хороших людей видел, книг читал. То есть жаловаться на них. Но с точки зрения, значит, вот этой конструкции, интеллектуальной конструкции, вот эта взаимокомпенсация, она естественна. Что мы существуем. Частью, вот летишь сейчас на самолете, и ночью города, они как грибницы. Мы и есть грибницы. Мы часть этой природы. Да, мы обладающие сознанием и уже способны выйти за границы этой атмосферы. Но с другой стороны, вот такая странность. Найдем ли мы что-нибудь за границами этой атмосферы? Ведь по, опять же, биоцентрической теории, вся атмосфера за границами нашими, вся Вселенная была создана, чтобы создать наш уникальный маленький земной мир, где появятся те же самые думающие, азьесень, через которые главный создатель, азьесень, он постигает сам самого себя, он смотрит нашими глазами, мы же по образу и подобию. Это под все религиозные конструкции подходит. Это не религия, это даже не философия футурологическая. Это не противоречит никаким законам жизненности. Но я устойчивый сторонник. Я считаю, что когда накапливается в человеческом обществе определенный уровень нетерпимости, нетерпимости, тяжелого зла, глупости, то это будет реализовано и в общественном варианте, и в природном варианте, и на уровне человеческой, семейной, личностных отношений. Это сразу взрывается везде. И война, кстати, сказать, яркое тому подтверждение. То есть это фактически стихийное бедствие? По сути дела, да. Которое организовано просто при помощи людей и того, что люди производят техники. Нет ни одной революции, которая прошла бы без катаклизма. Ей может сопровождаться, да, и быть на другой стороне планеты, но обязательно будет. Это можно просто проверить методом тыка в интернет. Вот с этой точкой зрения действительно становится интересно. Вот совершенно особый срез получается, да. И вот человек, он пройдет через него, не пройдет. Что там останется, что превозбладает, да. Почему он погибнет, если он погибнет? Есть же такое мнение, что погибает тот, кто виноват. Вот кто чувствует себя виноватым, тот и не выживает. Он сам себя наказывает фактически. Вот если мы создание с определенной свободой воли, наверное, мы выбираем погибнуть в этой войне и таким образом очиститься. Фактически пламя очищаются. Ну, сумураи были правы, что в своем кодексе, первое, что они утверждали, что если у тебя есть возможность выбирать, выбирай всегда смерть. А почему? Ну, вот так, если со стороны-то это такое позерство. Очень-очень просто. Если бы мы серьезно рассуждали, принимая то или иное решение каждый раз до такой степени серьезное, мы бы не делали ошибок, потому что мы можем проехать на красный свет в надежде, что... Пронесет, да. Да, но если мы будем в этот момент думать о смерти, мы не проедем на красный свет. Ну, дедушка Кастанеда, да, нам об этом говорил. Да, да, да. Дядя Дон Хуана, помни, помни. Да, знания, они ведь системные. Еще Гермес говорил, что наверху, то и внизу. Оно вот... Единственное, что спасает, это всевозможность. Мы живем тем, во что мы верим. Мы претерпеваем те страдания, которые нам приносят страдания, а не удовлетворение. И те радости... Это одни и те же обстоятельства, казалось бы, да? Да. Одного человека убивают, а другого возносят там на какие-то вершины успеха. Да. Тут я могу, да, заметить, что не просто во что мы верим, а что мы ждем от жизни, что мы ждем от результатов дальнейшего нашего шага. Вот это все, в принципе, вот в такой небольшой по объему... Небольшой, я бы назвал увлекательной, но это будет нахальство. Я постарался ее сделать увлекательной. Я, знаете, я во ВГИКе же учился, и нас учили, что ты можешь быть сколько угодно художником, но ты не должен забывать, что за поход на твой киносеанс, где будет транслироваться твой фильм, люди заплатят по 30 копеек, или там по 20 копеек, что ты обязан их развлечь. Момент развлекательности тоже есть. Есть вычурные образы, которые вот больше к Дик Трейси, если старый фильм американский вспоминать. Но только так можно достичь результата такой персидской сказки-приключений молодого человека, не жертвуя при этом его внутренними переживаниями. Но это, опять же, фактически готовый киносценарий, который вас уже выкупила. Да, да. Да, киностудия, и, в принципе, фильм мы можем... Даст бог, даст бог снимут без вот этого всего как меда. Это замечательно, это замечательно. Я как режиссер, периодически ищущий материал для постановки, понимаю, почему все-таки предпочитают театры ставить классику. Проблема в том, когда автор жив, начинаются сложности. Начинаются сложности исправления. Их не надо делать. Я поэтому перешел в форму и сценария в роман. Это одна из причин. Потому что роман закончено произведение со своими всеми, ну, вытекающими выводами, там, я не знаю. Ты так или иначе формализуешь свое отношение к миру. Если это сценарий, это предложение. Которое может быть интерпретировано. Которое может быть интерпретировано в силу финансовых, геополитических, политических, географических. А здесь уже есть книга. Здесь вот оно само по себе закончилось уже. Я детей мотивирую читать как? Я говорю им, будьте объективны, будьте логичны, практичны и логичны. Вот когда вы слушаете аудиокнигу, это прекрасно. Вы получаете знания, но кто-то за вас прочел и поставил нужные акценты в нужном месте. Когда вы смотрите фильм, это еще больше работы было проведено, как это должно выглядеть. Какой смысл это должно нести? Да, книгу, процесс, который вы делаете, по сути, это йога. Но можно по-другому назвать это интеллектуальные упражнения. Отражаясь черные, какие-то черные каракули на белом листе, отражаясь от листа, отражаются на дне глазного яблока, чтобы потом уйти на подкорку, чтобы потом разделиться в районе, значит, височных долей, чтобы вернуться в третьей волной назад, чтобы создался визуальный, аудиальный, тактильный, вот прям образ. Это криптография. Если ты хочешь повысить свой IQ, есть очень простой способ — читать. Читать. Поэтому начитанный означает умный. Наверное. Ну, в большинстве случаев. И опять же, ты сам придаешь контекст. Ты же смысл какой? Контекст. Да, да, да. Ты к этому еще и находишь собственную художественную форму. Находишь собственную художественную форму. Я когда прочитала Робинзона Круза без иллюстрации, я прочитала совсем другой роман. Вот те иллюстрации, которые предлагали в самом первых наших изданиях, которые мы помним. Да, да, да. Прекрасное было издательство, кстати сказать. Чудесное. Но я читала без иллюстрации, это было другое произведение. Ой, а у меня шок был, я прочитал Дон Кихотломанческий. До этого были все урезанные версии, школьные. А мне папа подарил нас, ну, как он должен быть. А он же огромный. Да. И там очень много исключенных персонажей было и в фильме, и в укороченных версиях. Там он долго путешествовал. Он долго, он ко многим выводам приходит таким, требующим отдельного ознакомления и осмысления. Иван, вот вы когда первый раз прочитали ваш роман, вот вы что почувствовали? Потому что я понимаю, что писать романы и читать романы все-таки разные. Знаете, я не говорю, определенное, проходит определенное время, когда я как только, вот даже не проходит никакого, как только я отсылаю окончательный вариант, по моему мнению, то я обрываю связь с произведением и не идентифицирую его как собственное. Я знаю, что, ну, логически я головой-то понимаю, здоровый же человек стоит, что я запечатывал это слово, предположим, да. Но оно мне не принадлежит уже. Хорошее или плохое, изящное, корявое, неважно. Но это уже, я так ко всему, и к кино так отношусь. И любой художественный объект, в котором я принимал участие, дистанцируется каким-то непостижимым образом от меня. Я могу быть более-менее объективен. Первый, я когда прочитал, я понял, что, ну, перечитал, когда мне дали отпечатанную книгу, что я добился того. Вот я имела в виду, да, вот после этой паузы разрыва связи, да, по полюну все перерезали. Да, я добился того, что все-таки хотел, а хотел я, сейчас скажу, как же правильно назвать, такой структурной модель производственного романа 70-х годов с реалиями современного времени. Это вы прямо-то сейчас искусствоведом работу облегчаете? Да, 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 потому что производственное, в принципе, такое приключение производственного романа. Был фильм такой в 70-х годов, журналист, вот куда-то на самолете он летит, какую-то нудную производственную историю, там женщина встречается, разумеется. И вот так-то, если брать, оно, в общем, не шедевр, оно одна из классических конструкций, из 12 предложенных Шекспиров. В принципе, реализм. На реализм уже, значит, наложен отпечаток личностного отношения к окружающему, бардака, хаоса, смешного, где-то забавного, но, слава богу, безобидного. На этот слой накладывается, слой, значит, уже начинается рецептура узнаваемости работать. Мы узнаем журналиста одного из, вот там есть образ, который узнается. Мы узнаем обстоятельства нашей жизни. Да, вы же автор, вы должны быть в актуальных событиях естественно нашего мира. И в конце концов, я удовлетворился. Мне нравится. То есть вам понравилось? Не так. Вот, предположим, предыдущий роман, вот мне понравилось, я смеялся. Это странно от человека психически здорового, ждать, что он будет смеяться над своими текстами. Значит, действительно, я дистанцируюсь. Я там или нулевой километр, или песня созвездия, я смеялся. Вот. И я оценивал, а здесь оценивал я по-другому. Я пока не могу оценить, потому что он сделан правильно. Он сделан как инструкция к фотоаппарату Кэнон, просто художественная инструкция. И весь вопрос в том, как он прочтется. Вот какой он, если он вызовет резонанс роман, значит, все правильно, если не вызовет резонанса и утонет просто как макулатура, значит, я сделал неправильно, потому что есть вещи, которые можно прогнозировать, а есть вещи, которые могут только случаться. Три тополя на плющихе, ничего особенного, мужчина, женщина, такси, скука. Доказалось бы. Ну, доказалось бы. И до сих пор. И до сих пор. И до сих пор отношения не меняются, мужчина, женщина. То же самое «Три тополя», ой, не «Три тополя», ой, не «Три тополя», а «Мастер у Кага Мэдисон». Вот я, следующий роман, я работаю над следующим романом, он как раз посвящен этим тонким взаимоотношениям, которым давно не уделяли внимания. Всякой порнографии, порнографии, сколько угодно. Я не пуританин, я тушинский панк. Я вот... Да, и работа такая в этом всем бороться. Собственно говоря, я до такой степени грубый человек, что если мне покажут порнографию, мне придется еще дополнительно объяснять, что это порнография. У меня многодетный отец, я к этому как мясник отношусь. Ну, как я не знаю, есть какой-то спецификация. Потому что чуть-чуть у меня другое отношение. Ну, у вас персонаж, ваш «Быков», он как раз вот характеризует вот это вот таким отношением. Здоровый цинизм такой, без которого не выживаешь. Коллективчик, да, коллективчик, да. Коллективчик соответствующий, располагает. Да, и необходимая интрига поддерживает, необходимые мерки. Мальчики выросли, врачами стали. Стали, людей спасли, переживали. Да, чудесно все. Причем нет паразитизма на болезнях. Нет никакого вот этого, да, натурализма там. Да, натурализма нет. Не, как это, не спекулируют на них. Да, а человеческие, да, отношения мужчин и женщин друг к другу, подруга к подруге, на работе. То, что случается, может случиться не только в больнице, но и, там, я не знаю, в магазине, среди сотрудниц, в ресторане. Да, но мы живем же, да, у нас разные есть проявления в этом мире. И, собственно, и это тоже часть нашей жизни, безусловно. Вот, запах кинзу не единственный, так сказать, вокруг нас. Иван, вам не мешает в вашем творчестве осознание степени своей звездности? Я слово «звездность» сейчас проясню. Тут, недавно у меня была молодая певица, поэтесса в программе, и когда я спросила, почему она пишет по-английски, а не на русском языке, своем родном, она сказала, знаете, это накладывает на меня слишком большую ответственность. Русский язык, я пока не готова. Вот. «Звездность» я в данном случае использую как путеводная звезда. Вы человек, с которого люди берут пример. Вы человек, который является мерилом хорошо-плохо. То есть это такое устойчивое, да, мироощущение для здоровой психики все-таки. Вот. И это, ну, как ни крути, ответственность. Что там говорить? Да хотя вы сейчас только что сказали, что русский человек вообще несет ответственность за все. Поэтому для вас это и каждое. И каждое, да. Вот насколько это вам помогает или мешает? Я не знаю. Я, ей-богу, не знаю, как к этому относиться. Но вы представляете, что вы, вот на вас все в глаза смотрят и берутся в воспринимание. Если это так, они очень задирают мой уровень. Думаете? Я, знаете, вот я... Я знаю лучше себя. Я, как вот, самая такая несложная позиция, у всех на виду, женский взгляд. Масса мои знакомых женщин видят в вас, мужчину-мечты. Они ваши качества личностные, лидерские, творческие, да, ставят очень высоко. Они мечтают от такого мужчины, как вы, иметь детей. А некоторые даже внуков. Я, в общем-то, не выбиваюсь из этого строя. Я в своей жизни мечтала о вас, правда, я мечтала с вами работать. У меня такая мечта была. То есть, видите, как вы разнопланово, в общем-то, воздействуете. У меня такое окружение золотое. У меня кого-не возьми из компании, вот из таких друзей, которые за десятилетия эти накопились. Они очень разные, из разных областей, автослесарь, милиционер, какой-то разбойник, певец, музыкант, психиатр, пациент этого психиатра, сосед, каша, короче говоря. Но они все обладали уникальными человеческими достоинствами. И я думаю, что у меня просто, если у меня что-то есть, то это ощущение, которое мне удается передать, наверное, как-то, я не знаю, мистически, ощущение вот этой компании, которая за мной стоит. Потому что... Скажем так, ни один из нас не идеал, но себя-то я лучше знаю. Вот воистину я не достоин такой степени веры, как люди, которые испытывают ко мне. И я думаю, что эта вера принадлежит моим друзьям, которые за моей спиной. И девчонки, и ребята, и все, кто присутствовали в моей жизни. Мне везло. Мне просто везло. Мне Господь как-то от человека к человеку, от самых странных. Все были. Ну вот все антропологические типа, психофизические конструкции, все разных ситуаций. Какое богатое у вас обучающее, что ли, да, поле. То есть вы действительно так грани свои шлифовали разной степенью шкуристости, в общем-то. Да, но это путь. Так что вот это вот моя сила в силе, как у джедаев. Это вот ночь, стоящая за моими спиной. Комфортная ночь, стоящая. Это вот то, как я видела ответ на вопрос, просто вот развернули и посмотрели с другой стороны телескопически. Спасибо вам огромное. Иван, как ни грустно, но надо сворачивать нашу с вами беседу. Тем не менее, я рада сейчас проанонсировать ожидаемую в ближайшее время встречу, еще одну замечательную с вашим участием, с участием замечательной вашей супруги Оксаны. 15 числа, если я не ошибаюсь, в Геликон-Опере у вас будет прекрасный поэтический вечер на стихи поэтов Серебряного века. Я рада представить будущую встречу с вами, творческую. Вы будете на ней не один, вы будете со своей супругой Оксаной, которая уже 20 лет не появлялась на публике. Вы будете представлять поэтов Серебряного века в Геликон-Опере в вашем совместном поэтическом вечере. И это для нас радость, для нас это замечательное событие, которое мы ждем с радостью. В 19 часов вечера все желающие могут присутствовать и разделить, это замечательное событие. Я Оксане когда-то говорил, что обязательно как мальчик растлю ее. Да, придется, это придется сделать. Только пока поэзия получилась. Но она прекрасная актриса на самом деле, в ней есть качество. Я помню ее роль, да, она поразила меня, и я ждала продолжения. Она будет добиваться результата, все равно, сталь варить, детей рожать или играть, чтобы было вот прям вот идеально. Она комсорка. Да, замечательно. Это прекрасно, что мы живем в это время, что вы наши. Те, кто сопровождает нас в этой жизни, опять же, ну как ни крути, все равно звезды путеводные. Да, это обоюдно, мы в вас верим, а вы даете нам эту веру. Усиленном варианте. Я иду к вам, я как звездного не выйду. Я вот прям звезда звездой говорит. Давайте будем говорить со звездами. Спасибо вам огромное, Иван. Спасибо. С наступающим. Спасибо. И вас с наступившим, и с наступающим. Новых планов вам, новых успехов и новых задач. Мы на этом растем. Спасибо. Всего вам доброго. До новых встреч. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова